Каждый день Александр Климаков проходил в Ледовый дворец посёлка Зяб. Здесь у юного хоккеиста проходили тренировки. Вот и в этот раз точно по расписанию мальчик пришёл на занятия. Приехал вместе с дедушкой на тренировку, как обычно, на Зяб. Думали, всё хорошо, но нам сообщили, что там технические неполадки. Теперь приходится ехать в основной дворец. В Ледовом дворце посёлка Зяб занимаются дети трёх возрастов – 13, 12 и 10 лет. Это более 80 спортсменов. Сегодня часть из них пришла, чтобы забрать свои вещи. Занятия здесь не проводятся с 27 ноября. Внутрь объекта нас не пустили, двери закрыли. Также не сообщили точных сроков завершения технических работ. Но заявили, что все воспитанники, а это большая часть юных хоккеистов и их тренеров, переведены временно в другие ледовые дворцы. В зале сейчас невозможно находиться из-за того, что купол лежит на льду. Освещение очень слабое. Люди работают. Поэтому посторонние там просто не допустило. В сооружении посёлка Зяб проводится техническое обслуживание тенты и воздухоопорной системы. Сооружение эксплуатируется бесперерывно в течение 17 лет. Постоянно держать воздухоопорное сооружение в надутом состоянии. Это всё время дуть, дуть, дуть. Это вот вентиляторы, которые поддерживают воздух, они работают без остановки. А когда вот идёт вот такой мокрый снег, то его надо ещё сильнее надувать. И мы пригласили сделать экспертную оценку и всё остальное, чтобы они посмотрели. Как говорит директор спортшколы, всё находится в рабочем состоянии, но надо провести проверку. Они рассчитывают, что до конца этой недели купол надуют обратно. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзи, Новости, Набережная Челны.